У нас вот заблокировали карты, вчера мы утром об этом узнали. Потом вот следующая информация, что отменяются рейсы в Россию. А, да, и YouTube, получается, отключил рекламу в России. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок 7 марта, Египет, Каир. На улице плюс там 25, плюс 30 даже бывает. Да, ситуация, конечно, начинает быть похожа на двухлетней давности, когда мы застряли в Турции. И все вот эти запреты, и как мы тут попали, и как мы тут застряли. Немножко шумноват, конечно. Город живет здесь вообще. Очень все громко они прям. И у нас тут еще окна меняют. Так что не обессудьте. Да, каждый день, конечно, тоже ситуация меняется. Непонятно, как про это рассказывать. Сейчас попробую вот этот вот видос прям сейчас снять. Сегодня смонтировать и сегодня выложить. Чтобы последнюю хотя бы информацию вообще донести. Максимально вообще оперативно. Значит, мы живем по каучсерфингу. Тут вот у нас небольшой ремонт. Пока вроде все нормально. Мы здесь останавливались еще до своего трипа на скутере. И вот сейчас на обратном пути как бы тоже остановились. Ну вот, заодно помогаем, конечно, менять тут окна. Делать местные дела тоже помогаем. Ну а так, получается, на сегодняшний день у нас вот заблокировали карты. Вчера мы утром об этом узнали. То есть мы вот вчера просили своего чувака, нашего хоста, купить нам фруктов и овощей. Потому что денег у нас вообще там 65 фунтов местных всего осталось. Это, ну, по старому курсу 5 долларов где-то. Ну и вот мы растягиваем, получается, еду. Вот закупились вчера тоже. 100 местных фунтов он нам дал. Мы 60-70 где-то потратили из них. Потом вот следующая информация, что отменяются рейсы в Россию. Там что-то арестовывают самолеты наши местные русские. Которые сюда летают. Они задерживают, потому что, ну, это же не наши как бы самолеты. Это Боинги, Аэрбасы. И они в лизинг взяты. То есть в пользование как бы. И вот из-за этих санкций они сейчас их арестовывают, получается. Ну и вообще мы там смотрели билеты. Ну, уже от 30-ки начинается стоимость. Так что, даже если мы байк продадим наш здесь, то не факт, что... Ну, на один билет нам, может быть, хватит, конечно. И через неделю у нас заканчиваются местные визы. Чтобы там продлить их, надо еще... Ну, по нынешнему курсу я даже не знаю. Короче, тысяч с лишним фунтов местных заплатить. А так вот у нас осталась неделя. Ну и вроде как мы узнали, что две недели можно бесплатно просрочить. Если можно так выразиться. То есть выехать без штрафов, без всяких. Ну и да, мы вот сейчас после нашего трипа продаем наш байк. Эти видео из скутера путешествия я буду выкладывать чуть попозже, наверное. Когда вся ситуация чуть-чуть подуляжется. А пока вот немножечко новостей. Ну и вообще, что, как мы тут живем. То есть жилье у нас бесплатное. Еду вот нам подкинули вчера. Ну и все, карточек у нас нет. Денег у нас практически нет. Ну вот ждем, пока продадим байк. И от этого боясь каких-то деньги. И подумаем, что дальше делать. Валить обратно, домой. Либо в другую страну. Либо продлевать здесь визы. В общем-то, варианты в принципе всякие есть. Не унываем. Опыт двухлетней давности еще не забыт. Так что мы вообще в полном оружии сейчас пребываем. А, да. И YouTube, получается, отключил рекламу в России. То есть за русских зрителей ютубер больше не будет получать пока что деньги. Ну и вы там тоже держитесь. Чтобы у всех все нормально там было. Чтобы... Чтобы побыстрее все закончилось, что ли. На это будем надеяться теперь.